Карлос Кастанеда – один из самых загадочных писателей современности. Многие подробности биографии Карлоса Кастанеды доподлинно до сих пор неизвестны и вряд ли станут таковыми. Ни один из источников не стоит считать абсолютно правдивым. Но почему же? Откуда все эти загадки и зачем они последователям странного писателя? Кстати, о герое книг Дони Хуани. Чудеса в жизни Карлоса Кастанеды начались с простой встречи студента с индейским магом на автобусной остановке. Те самые чудеса, которые он после описал в своих книгах. А теперь попробуем изложить основные факты биографии Карлоса Кастанеды. Этот выдающийся человек, антрополог и маг, родился либо в Бразилии, либо в Перу. Где-то между 1925 и 1935 годами. Когда мальчик разменял второй десяток, он поступил учиться в Пэнос-Айрский интернат. В 1951 году парень приехал в Америку, где впоследствии получил аттестат зрелости. С 1955 по 1959 годы Кастанеды трудился подручного психолога, в свободные часы посещая все доступные журналистские, литературные и психологические тренинги. Вскоре Кастанеды получает гражданство США и поступает учиться в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Прошла пара лет, и юноша получил диплом антрополога. В 1960 году наш герой женится на Маргарет Раньян, которая позже напишет о нем книгу. Молодые люди живут вместе около полугода, а потом расходятся, но остаются мужем и женой до 17 сентября 1973 года. Официальные источники утверждают, что мистик отошел в мир иной 27 апреля 1998 года от рака печени. Однако последователи его учения говорят, что нагваль просто растворился в воздухе, либо похоронен не Кастанеда, а некий официант. Большинство противников Кастанеды обвиняют автора в призыве к употреблению наркотиков. Дело в том, что в первой книге о Доне Хуане много внимания уделяется употреблению галлюциногенных препаратов для расширения сознания. Только вот уже во второй книге Дон Хуан объясняет Карлосу, что это была крайняя мера. Просто такого неповоротливого западного тюфига, как он, Карлос, иначе расшевелить было невозможно. Далее читателя ждут удивительные приключения эзотерика на пути воина, развитие всякого рода способностей, встречи с удивительными существами, а также духовное становление. Следование по пути воина включает в себя одну важную и очень интересную практику – стирание личной истории. Эта практика заключается в постепенном стирании всей или почти всей информации о себе во внешнем мире, а вместе с ней – суждений о воине других людей, зачастую стереотипных и навязчивых. Думаю, именно в рамках этой практики Кастанеда намеренно запутал обстоятельства и истории из своего бытия. Возможно, каждый раз он просто придумывал новые факты о себе. Знаменательно, что после ухода Карлоса практически не осталось документальных свидетельств о его жизни. Слишком мало фотографий, записей, голоса. Мистик не любил давать интервью, а если давал, то запрещал применять камеры, диктофоны и любые другие устройства. Корни этой загадочной особенности. Нагваля Карлоса нужно искать в закрыне его учителя Дона Хуана. Основные принципы пути воина одновременно просты и сложны для понимания обычного человека. Человек не видит мир по-настоящему, он видит лишь собственное представление о мире. Расширяя свое восприятие, выбираясь из пузыря восприятия, человек способен в корне изменить свой мир и самого себя. Человек – это не материя, а энергия. Для постигших видения люди выглядят, как светящиеся коконы. После того, как стал учеником Дона Хуана Матуса, Кастанеда начал применять особые магические техники, стирание личной истории, остановка внутреннего диалога и многое другое. Постепенно это привело к разрушению Матрицы, в которой живет абсолютное большинство людей. Он пережил немало чудесных, а также много страшных событий. В финале они с другим учеником Дона Хуана по имени Паблита совершили прыжок в неизвестное – в пропасть. Почему же у Кастанеды, раскрывшего людям одну из величайших тайн мира, появились такие толпы последователей? Все просто. Выход его книг пришелся на 70-е годы и совпал с движением хиппи. С другой стороны, многие практики Кастанеды повторить совершенно невозможно, но многие добились успешных результатов. Много вопросов возникает о факте обнаружения тела Патриции Партин, более известной по книгам как «Голубой лазутчик» и найденной в пустыне «Долина смерти» без головы в 98-м году. Его самые близкие последовательницы – Тайша Абеляр, Флоринда Доннер-Грау и Кэрол Тикс – исчезли в неизвестном направлении, вскоре после исчезновения самого Карлоса. По оценкам специалистов, Карлос на своих книгах и семинарах заработал и продолжает зарабатывать многие миллионы долларов. Ведь он до сих пор невероятно популярен. Даже если убрать всю магию из книг Кастанеды благодаря писательскому таланту, получится крайне увлекательное описание быта и нравов индейцев в Древней Мексике. В любом случае, Карлос Кастанеда до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов. Пишите в комментариях, кем для вас является Карлос Кастанеда – мошенником или настоящим магом. И не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!